Сегодня у нас необычный подкаст, сейчас 3 часа утра, я приехал встретиться с моим давнишним другом, мы с ним вместе учились в Великобритании, в Глотчестере, МБИ делали. Сегодня впервые на моем подкасте будет иностранец, таджик. На самом деле он великобританец, таджикского происхождения. Сколько я его не помню, он занимается интересными проектами, стартапами, совершенно из разных областей. Сейчас он занялся финтехом и он должен приехать, это буквально с минуту на минуту будет. И мы зададим ему пару интересных вопросов. Азамат Султанов, приветствую. Привет. Очень рад тебя видеть. Мы тысячу лет с тобой не виделись, но мы виделись с тобой год назад, так, эпизодично. Эпизодично. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Я сейчас, основной проект, на котором я сконцентрирован, это финтех проект, называется Forchu. Это, по сути, digital private bank. Мы пытаемся пересмотреть традиционный private banking бизнес в современном финтех формате. Потому что в ритейл-маркете появилось много финтех-компаний, как Revolut, Monzo, больше в Лондоне, не знаю. Но и в России тоже, в принципе, много, например, Тинькофф, много инноваций в пространстве финтех. Но вот сфера private banking осталась, получается, нетронутой, потому что она очень нишевая. Так, ритейл уже есть, а private banking пока disrupting никакого не произошло. Да, потому что это ниша закрытая, нетранспарентная, очень своеобразная. Потому что, в принципе, миллионеров в мире не так много. То есть, если всех миллионеров в мире собрать, это, по сути, как одно государство. 16 миллионов человек всего. Миллиардеров и то меньше. Миллиардеров около 2000 человек. Подожди, мы сейчас говорим о официальных, правильно? Да, да, да. Я думаю, что есть в два раза больше. Неофициальные, да. Но суть, что их немного, поэтому эта ниша, она, в принципе, небольшая с точки зрения бизнеса и количества клиентов. Но большая с точки зрения сумм. Давай ты можешь мне объяснить в двух словах, да? Допустим, я состоятельный человек. В какой момент я должен почувствовать, что мне нужно уходить в private banking? Вот что мне должно не хватать в ритейл-банкинг, когда я понимаю, что все, мне как-то тесно в ритейле. Если ты сидишь и ты пытаешься сделать платеж, и у тебя не проходит платеж, он тормозится каким-нибудь комплаенсом, и тебе звонят постоянно из банка, более того, могут заблокировать счет, потому что, например, платеж 50 тысяч долларов для обычного банка кажется очень большим. Тогда ты очень громко называешь, да, private banking и миллионеры. Если проблема начинается с 50 тысяч. Да, да, да. В принципе, в современном банкинге... То не нужно быть миллионером, чтобы быть вашим клиентом. Да, ты сталкиваешься с проблемой, потому что мир идет к тому, что все становится транспарентно, прозрачно, и, в принципе, платеж 50 тысяч долларов для обычного среднестатистического человека, который получает, ну, в лучшем случае, скажем так, 150-200 тысяч в год, это большая сумма. То есть, если это не платеж, там, за моргидж, рекомендовать квартиру, то для банка это сразу red flag, потому что он выпадает из нормы, то есть он ненормальный. А банку зачем это нужно? Вот я банк, например, зачем мне своего клиента мурыжить по поводу 50 тысяч? Зачем мне нужно его блокировать? Потому что регуляторы вот прессуют. Нет, у банка, в принципе, задача минимизировать риски. У банка так называемый quantitative approach to the risk management, то есть они цифрами пытаются понять профиль всех своих клиентов. У Лойсбанка, например, 30 миллионов клиентов, и они не могут оценить риски каждого из них. Это нереально, потому что от такого количества клиентов ты не можешь этот объем информации обработать. И что происходит? Происходит то, что включать алгоритм, и алгоритм уже решает, кто... Кто соответствует, скажем так, паттерну поведения, например, он каждый день ходит в Starbucks, покупает кофе за 3 фунта, там, я не знаю, тратит на метро 5 фунтов, там. И вот это стандартный average draw. А если ты 50 тысяч долларов переводишь куда-то в Азербайджан, то ты уже не average draw. Ты уже выбиваешься из нормы, и ты переводишь в Россию, в Азербайджан. И это значит, алгоритм тебя ставит red flag? Это что? Red flag означает, что деньги отмываешь? Ты повышенный риск. Ты риск для банка. В плане чего ты риск? В плане AML, то есть anti-money laundering. Anti-money laundering. Значит, давит на регулятор. Anti-bribery, да. Но это не регулятор, это как бы обязательство каждого человека, в принципе, который работает в финансовой сфере. Если он регулируемый, вот я регулируемый. Если регулятора не было бы, мне же выгодно, мне абсолютно все равно что-то с этими деньгами делаешь. Мне, at the end of the day, мне нужно, чтобы я деньги зарабатывал, правильно? Чтобы мои акции поднимались. Ты вот эти 50 тысяч, 100 тысяч отмыл, ты их не отмыл, мне какая разница. Это получается, что на меня кто-то давит, и я вынужден отказываться от своей маржи, и мурыжить тебя, и прессовать тебя, что Амаза Амаза Амаза, объясни, зачем ты 50 тысяч привел. Такой очень важный момент, я вам вот приведу пример. У меня двое детей. Дочка, вот ей 5 лет, она сейчас ходит в школу, мы с ней идем в школу, ну и периодически опаздываем. Я ее вожу каждый день в школу, я постоянно просыпаю, или она просыпает. Ну, в общем, мы с ней идем, уже какой-то третий, четвертый раз проспали. Мы опоздали там на 7 минут, а там очень строго, это как такой серьезный... Это Швейцария или Лондон? Нет, в Лондоне, в Лондоне, и я ей говорю, давай скажем, что мы зашли к доктору, опоздали, есть уважительная причина, нет. Она мне говорит, зачем обманывать? И вот этот вопрос, он меня заставил как-то подумать. Во-первых, с точки зрения сознательности, этичности, все-таки на Западе другое немножко представление. То есть там нет давления регулятора, там нет проверяющих органов, которые тебе стучатся в двери, доставайте документы. Там есть проверки, но они совершенно по-другому проходят. Тебе приходит письмо, тебя заранее предупреждают, приходят люди адекватные. То есть никто никого на пол, маски шоу не устраивает. То есть все очень цивильно, но основной упор идет на сознательность. И эта сознательность, она бывает с возраста 4-5 лет детям, которые в школе. То есть она вот на этом уровне, то есть вбивается, что нужно делать правильно все. То есть нужно, нельзя обманывать, нужно быть честным. Если ты что-то сделал, нужно быть сознательным. В общем, банк и регуляторы договорились, и банк взял на себя определенные обязательства. И как бы уже здесь регулятор особой роли не играет. Больше как бы инициатива самого банка играть по правилам. Конечно. Ну это не инициатива банка, это люди. То есть в банке есть compliance department, то есть люди, которые отвечают за контроль внутренний. И эти люди, во-первых, это их репутация, это их карьера, их имя. Например, если тебя или твою компанию уличили в чем-то, ты поставил крест на своем имени. И в этом плане западная система, кстати, она очень интересна тем, что роль имени и авторитета очень важна. То есть твоя репутация очень важную роль играет. И люди в основном сознательны, потому что они боятся потерять имя. А в современном мире ты можешь загуглить любое имя, у тебя выходит вся информация про этого человека. Именно это мы говорили предыдущими гостями, о том, что когда ты строишь долгосрочный бизнес, для тебя очень важна репутация. Да. К сожалению, в странах СНГ, и у нас это часто, мы с этим сталкиваемся, что люди о репутации особо не задумываются. Самое главное сегодня, здесь и сейчас. А что будет потом, как бы не особо важно, потому что будущего не видят. Ты думаешь, потому что не видят будущего? Потому что не то, что будущего не видят. Потому что строят планы на следующий год-два. Не думают, что, например, окей, мне нужно построить часть империи, мне нужно иметь кредабилити перед своими клиентами. Потому что завтра я отойду от дела, я передам сын по наследству своим детям, внукам и так далее. С одной стороны, да. Но с другой стороны, я тебе могу привести другой пример. Может быть, это чуть-чуть старшее поколение, но я часто летаю домой в Таджикистан, и какие-то вещи для тебя подчеркиваю. Недавно я подчеркнул вещь, вот я попал на похороны человека. И мне сказали такую вещь, что многие стараются прожить жизнь так, чтобы к ним на похороны пришли люди. Чтобы было, кому нести твой то-буд. То-буд это твой гроб, по сути. Это интересно, с какого возраста ты вообще начинаешь об этом задумываться? Ты как задумывался об этом? Я об этом вообще никогда не думал. Я вот попал вот в эту ситуацию, мне об этом сказали. Я думаю, что это интересно. То есть думают ли об этом вот там. Ну это вот может быть восточная, наверное, черта, да. Потому что все равно в этом плане традиционное восточное общество похоже на современное западное. Потому что в традиционном восточном тоже имя играет очень важную роль. Ну либо в Азии, допустим, у тех же японцев потерять имя, потерять лицо. Да, это как бы почему есть вот это стремление всегда сохранить лицо. Это оно есть на Западе. На Западе и на Востоке, и в Азии. То есть если у тебя репутационный какой-то коллапс произошел, многих людей ведь шантажируют. То есть именно репутационными пиар всякими вещами. Как принц Эндрю, например. Я думаю, что этот механизм включается где-то после 35-ти, там ближе к 40-ка. Ты начинаешь, только-только первые нотки появляются, а вот ты начинаешь задуматься, окей, а что будет потом? Это потому что ты начинаешь уже в этом возрасте, ты начинаешь больше думать о том, что жизнь не бесконечна и когда-то она может прекратиться. Может быть это не связано с возрастом, может быть это связано, знаешь, с культурой. То есть вот если взять наши страны восточные, то есть хоть мы и по-советски, у нас все равно есть большой багаж восточных традиций. Все-таки веками мы нарабатывали и вырабатывали этот принцип взаимодействия, например, который заложил основы современного общества. И они есть в каких-то странах, в каких-то нет. Например, я вот путешествую, я вижу разницу между культурами. И в принципе, по моему ощущению, вот эти ценности, они сохранены в тех странах, где есть традиционная вот эта вот культура, воспитание, обычаев, традиций. Там, где она нивелировалась, например, я вижу, что уже это не работает. Что именно они работают? Ну вот роль авторитета, ценности, какой-то и ценности твоего имени в обществе. То есть, например, в той же России я этого не вижу. Я вижу, что это есть, например, в наших странах восточных, в Таджикистане, в Азербайджане. А в России я этого не вижу. То есть, в России, в принципе, как ты сказал, нужно уметь работать локтями. То есть, нужно уметь быстро заработать, растолкать всех и убежать в Лондон. В Лондоне, в Швейцарии и в Дубай. Скажи мне, пожалуйста, окей, хорошо, мы наговорили о ритейл-банкинге. Ритейл-банкинг создает проблемы, когда ты начинаешь переводить большие суммы, начиная с 50 тысяч. Да, даже с меньшей суммой. Даже смешно. Окей, а как так получается, что у правит-банкинга исключает эти проблемы? Потому что частные банки, вот когда я тебе говорил про оценки рисков, если у Лойтс-банка 30 миллионов клиентов, у частного банка у него 2 тысячи клиентов. И он всех их знает в лицо. И он знает их в лицо, он знает, чем они живут. Скажем, есть успешный бизнесмен, который живет в Дубай. Он, банк знает, что вот его заработок в год составляет порядка полутора миллионов долларов. Для него, для этого бизнесмена сделать платеж 50 тысяч к себе на родину, если он родом из Азербайджана, это нормальный платеж. То есть это не какое-то подмывание денег. Я хочу понять, что когда банк блокирует мой перевод 50 тысяч, это его собственный инцентив или это он делает, потому что собственно? Собственно, это управление рисками. Окей. То есть управление рисками, так как они не могут 30 миллионов клиентов обработать мэньюэли, то есть вручную. Это все делается автоматически, red flag, то есть им выгоднее закрыть счет, потому что они с этого счета в среднем, например, Lloyds Bank зарабатывает 600 фунтов в год с этого счета. С 30 миллионов. То есть им ради 600 фунтов нести такой риск вообще нет смысла. Либо тратить время, чтобы люди сидели, изучали, что ты из Азербайджана, и ты переводишь. Зачем Lloyds тратить? Легче закрыть, заблокировать. Легче закрыть и все, и отрезать этот риск. А у частного банка другая модель. То есть изначально все делается qualitatively, они вручную изучают, кто ты, зачем, откуда, откуда у тебя деньги. Происхождение денег – один из самых главных критериев. И то, что делаем мы, мы пытаемся, по сути, вот эту модель private banking масштабировать в финтек формате. То есть мы делаем то же самое, что частные банки, но технологично. Потому что сейчас они это делают, до сих пор paper forms, то есть там бумага, 100 страниц открытия счета. Хорошо, а вы что делаете? Мы делаем тоже такую же модель, то есть мы тоже оцениваем риски вручную, мэнюэли. Но у нас есть просто автоматизация во всем остальном. В процессе открытия счета, в платежах. Например, если ты хочешь сделать платеж через нас, ты просто фотографируешь invoice и отправляешь голосовое сообщение. Я подтверждаю этот платеж. Ничего себе. То есть тебе не нужно никуда вводить. Ну, у тебя есть приложение, можно и ватсап тоже. Но в принципе через приложение. То есть не нужно ничего вводить, не нужно, чтобы тебе звонили, подтверждали, ничего. То есть, грубо говоря, секретарь в телефоне по предложению. Интересно. Блокчейн? Нет. Блокчейн – это модный такой buzzword, который мы не используем. Блокчейн – мы можем сказать, что мы используем в хранении данных, но в принципе это не нужно. То есть это, мне кажется, it's a way overused buzzword. То есть все его, так же как AI. То есть мы тоже, например, в оценке рисков используем AI-алгоритмы. То есть у нас есть deep learning, вот алгоритм, который как раз таки ищет вот эти риски money laundering. Но мы об этом мало говорим, потому что это, на мой взгляд, overused. То есть каждый стартап, там стартап по уборке комнат будет использовать AI-алгоритм, который based on blockchain в какой-нибудь системе. Я пришел править банки, говорю, что ребята, вот у меня там наследство 20 миллионов, как бы вот оно там у меня лежит в комнате прямо. Как это править? Что вы делаете? Вот механизм какой? Ну, во-первых… Во-первых, давай так, на каких рынках вы работаете в основном? Сейчас у нас Европа, фокус. В принципе, мы работаем с частными банками в партнерстве. То есть открывая у нас счет, открываешь счет сразу в швейцарском банке тоже. То есть у тебя параллельно два счета. Первое, что нам надо сделать, это понять происхождение денег, откуда они, наследство, нам нужны документы. Насколько глубоко вы углубляетесь в вопрос? Очень глубоко. То есть это одна из основных… Ну, мы несем риск перед регулятором и репутационный риск, как я вот тебе объяснял, да, вот в начале. То есть регулятор, он говорит, вы сами должны принимать решения и сами оценивать риски. Вот мы вас научили, то есть если ты regulated person, ты сдаешь экзамены про этику, принципы, сознательность, вот то, что я тебе говорил. А кто сдает экзамены? Каждый человек, который вот, если ты хочешь быть FCA regulated в UK, то ты должен пройти… Я создал компанию, допустим, у меня шесть сотрудников, и все шесть должны пройти… Ну, если они работают с клиентами, да, они должны сдать экзамены, они должны проходить тренинг регулярно. То есть это очень такая интенсивная работа, где… Ну, вот объясни мне на практике, вот пришел человек с кэшем, говорит, наследство, дальше что? Тебе нужно задокументировать все. То есть документирование… Я согласен, давайте документировать. …происхождение капитала, свидетельство о смерти, завещание, все документы. Вот, потом рассказать происхождение денег того, кто завещал. Не знаю, сейчас человек как бы помер. Нет, ну как, он помер, но он ведь откуда-то эти деньги заработал, продал бизнес, я не знаю, занимался недвижимостью, удачно вложил, у него есть антикварная коллекция, все что угодно. Но это должна быть логически выстроенная история, откуда эти деньги появились. Окей, какой процент поступающих к вам запросов клиентских вы отметаете? Из ста человек? Ну, процентов сорок, я бы сказал. Ты что, серьезно? Сорок процентов, серьезно? Ну, это люди, которые мы понимаем с первого дня, например, что что-то там нечисто, мутно. То есть, too good to be true, как мы говорим. Но вы говорите нет и все, до свидания, или же вы говорите нет, но вот смотри, вот там есть дядя Коля, ты пойди к дядю Коле, дядя Коля тебе там поможет, а потом придешь к нам, когда отберешь. Мы говорим, не, никогда не поможем. Мы просто говорим, к сожалению, мы не можем помочь, ну так как мы не подходим вам. То есть, мы не говорим, вы не подходите нам, мы не подходим вам для этой задачи. Вот есть люди, которые этим занимаются, работайте с ними. Ну, в принципе, то, что мы делаем, наш бизнес, он очень прозрачный и понятный. То есть, мы ничего там... Кстати, ты сказал, что ты работаешь в Европе и процентов 40 вы отбитаете. Да. Я подозреваю, что эти 40% это не европейские ребята. Это, скорее всего, ребята, которые перевезли свой капитал в Европу и сейчас хотят... И либо те, которые пытаются перевезти, то есть, таких тоже много. То есть, ну и там очень много... Но вы же понимаете, что вы как бы отметаете самую жирную, как бы, клиентскую базу. Да, но мы все-таки западная компания, у нас нет задачи быстро заработать и выйти. Хорошо, а что делать с этим ребятам с черным капиталом? Вот они как решат, они в итоге свои вопросы? Как решат? Это как с легализацией наркотиков. То есть, те страны, где они легализованы, то там меньше преступности. Там, где это все out of law, там наркокартели процветают. Все очень хорошо в этом плане. Ты не видел сейчас в Netflix появился фильм «Ландромат»? Нет. Не смотрел? Это правая компания. Нет, это в целом, я бы сказал, про ощущения индустрии. Там играют известные актеры, и это про то, как устроен современный мир с точки зрения, как богатые люди прячут свои деньги. И как они делают так, что они не платят налогов. Покупают картины? Нет, они правильно управляют и оптимизируют свои активы по всему миру. И, к сожалению, мир такой несправедливый. Слушай, это история невероятная, которую до сих пор никто не может забыть. И о ней часто говорят. Про покупки в Харресе? А, про покупки в Харресе, да-да-да. Нет, ну есть еще круче история. Про полковником был, капитаном, даже не генералом был. Российский какой-то. А, про миллиарды в квартире. Который миллиарды. Общак. Который квартиру снял для того, чтобы складировать там деньги. Да-да-да, знаем. Но он не наш клиент. Но он не ваш клиент. Нет. Нет, ну вот реально, а что с этими людьми делать? Ты, скажи, какой у них садушен? Что они в итоге делают? Ну... Когда они приходят к вам, говорите нет. Они приходят туда и говорят, нет, им что, потом пойти сдаться? Или что? Нет, они... Ну вот этот человек непосредственно, как бы это не его были деньги. Это был общак. То есть это был общий котел. Но, в принципе, много людей, у кого большие суммы денег на руках, они пытаются найти всегда решение. И я всегда привожу пример вот этого магазина всем своим друзьям. Я, кстати, шучу. Если ты в Москве был последний год, может быть, ты видел самые дорогие точки, prime locations по аренде, в пределах Садового кольца, есть такой магазин Moskos Torque. Я не знаю, ты не замечал? Нет. Они взяли самые дорогие точки, открыли магазин хозяйственных товаров. Я смотрю и думаю, ну что-то здесь не так, ну не может быть. То есть в современном мире, когда у тебя есть Amazon, я не знаю, есть эквивалент в России Amazon. Есть столько всего, зачем тебе хозяйственный магазин в самом дорогом локейшене. То есть это как на Bond Street в Лондоне откроется Moskos Torque. И мне объяснили, что это вот еще один там ландромат, как правильно оптимизировать, систематизировать. Они арендуют эти помещения или они выкупят эти помещения? Они арендуют, эта компания уже обанкротит, она проще всего год. И этот кэш, потому что у них ограничение на 50 тысяч, вывод. Вот это одна из историй, да, там либо китайцы едут в Макао, покупают товары, которые стоят 100-200 тысяч и возвращают их в магазин за вычетом 10%. То есть магазин зарабатывает на месте 10%. Они возвращают товар, магазин им дает кэшем деньги. Еще раз, они купили это в Китае. Да, они купили, китайцы приехали в Макао. Купили часы за 200 тысяч. Я купил в Роликсе, пошел и купил в Пекине часы за 200 тысяч. Не в Пекине, в Макао. В Макао купил за 200 тысяч. Я пошел и купил, с карточки заплатил, UnionPay. Приехал в Пекин? Да, и в тот же магазин пошел через час, вернул ему этот Роликс. Только он тебе на карту уже поставил. В Пекине минус 10% отдали кэш. Ну, нет же такого. Ты на карту обратно возвращаешься? А, окей. Ну, за 10% понятия возвращают кэш. И это метод вывоза денег из Китая. У них целая проблема, у них же ограничение на 50 тысяч долларов. Путей отмывания денег, на самом деле, мне кажется, наверное, очень много. Самое популярное. Ну, то, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся поймать и понять там, где это есть, чтобы, возвращаясь к 40%, чтобы с этими людьми не связываться, не работать. Потому что тут есть риск нашей репутации, риск потери всего. А что эти люди обычно делают? Ну, окей. Они пришли к вам, они пришли к вашим конкурентам. Везде им отказали. Да, они пытаются открыть банковский счет. Да, им везде отказывают. Им везде отказывают. Что они делают? Они создают какой-то бизнес. Не покупают, они создают какой-то бизнес, берут в аренду. Этот бизнес обычно очень убыточен. Через него проходят деньги. Этот бизнес либо выдает какие-то кредиты, займы, либо какие-то покупки совершает нелогичные, огромного размера. Например, покупается какой-нибудь автосервис, и этот автосервис покупает 58 холодильников по смете у какой-нибудь маленькой компании однодневки. Вот это метод отмывания денег. Этот автосервис идет и кладет кэш на счет наличный. Очень много путей, на самом деле, как отмываются деньги в этом мире. Но я не хочу, чтобы это стало темой нашего разговора, потому что я... Ты не хочешь, чтобы этот подкаст послужил пособием? Да, да, как правильно отпустишь. Когда в гугле пишешь, как правильно отпустишь. Нет, я этого не хочу. Если говорить о миллиардах, то там нет такой проблемы. То есть у тебя есть структуры, которые могут эффективно, скажем так, транспортировать деньги. То есть просто все вопрос стоимости. Если это дорого стоит, то, соответственно, ты доходишь до вот такого идиотизма, как покупка часов и возврата часов. То есть если ты хочешь сэкономить, то это выглядит вот так глупо. Но если ты готов, в принципе, платить за структурирование, это не сопоставимая история. Это разные уровни. Но опять же я хочу, чтобы мы с тобой на другую тему поговорили. Просто я эту тему знаю, потому что это моя профессиональная деятельность. То есть я работаю с богатыми людьми. И моя задача работать с теми людьми, которые этими делами не занимаются. Соответственно, если я понимаю, что здесь есть риск какой-то вот связанный с такими вещами, то мне нужна, как бы моя задача вовремя остановить и сказать, что сори, то есть я не могу с вами работать. Потому что я регулируемый. Давай так, когда тебе приносят документы, для тебя вот красный флаг, в первую очередь, это что? Ну, когда я слушаю какие-то истории, да, вот какие-то там, мне подарили там какую-то антикварную коллекцию, или там мне подарили какие-то часы, наследство, да, и я знаю, что этот человек не имеет этих денег. Либо какой-то приходит ко мне фронт, то есть человек, который представляет чьи-то деньги. Я понимаю, что раз человек скрывает свое истинное лицо, это кто-то его представляет. Например, он одет. Я понимаю, что этот человек не обладает капиталом, да, то есть он кого-то представляет. Я понимаю, что что-то не так. История не клеится. Ну, то есть это все с опытом. Вот почему я тебе говорю про private banking, что там qualitative method of assessment, то есть ты qualitatively, качественно пытаешься оценить риски, и ты принимаешь решения согласно своему опыту. Так ты работаешь с богатым любителем, и ты понимаешь, что этот человек... Давай сейчас закроем тогда тему. Последний вопрос. Ты сам оцениваешь клиентов? В смысле, аппликантов? Риски, да. Аппликантов. Абсолютно. Ты сам с ними не тревелаешь. Мы сами несем свой compliance риск, то есть это наше решение, с кем мы хотим работать. То есть, грубо говоря, у нас есть внутренний комитет кредитный, он собирается и рассматривает, принимает решение, подходит ли данный клиент к нашему бизнесу. Я знаю, что ты какое-то время писал очень интересную диссертацию на тему. Да, я ее написал и защитил. Где-то ее защитил, напомню. В Москве, Академия госслужбы, я защитил кандидатскую по политическим наукам. То есть, я кандидат политических наук. То есть, бизнес и политика, они очень пересекаются, скажем так. И сейчас я все еще учусь, кстати. Я делаю магистратуру в London Business School. То есть, я продолжаю свою студенческую жизнь. Но я считаю, что человек должен всегда над собой работать. Тему ты спросил по диссертации. У меня тема была роль фактора идеологии формирования государственности. То есть, я писал о том, что как на примере наших постсоветских стран используется идеология. Потому что нам всем вдруг понадобилась идеология. Но нужно было придумать обоснование. Потому что что такое идеология? Это обоснование, почему я, если я управляю страной, имею право указывать всем, как правильно жить. То есть, этому нужно обоснование правильно. Понятно, есть выборы, демократия. То есть, тебя выбрали законы, конституции. Но идеология это что-то, что именно дает обоснование, почему и зачем. Для народа. Давай так, ты диссертацию не пересказывая можешь, какую самую суть. Суть. Ну, я бы сказал, что... Основная идея. Она же обычно в одном предложении должна вместиться. Да, да, да. Не, ну, она немножко сложная. Потому что я писал про наши постсоветские страны. И там, наверное, одна из причин вот этой идеологической ошибки, скажем так. Потому что я смотрел вообще в истории, да, для чего создавались идеологи. То есть, есть, например, диалог между Лениным и Ататюрком о роли идеологии, о роли вообще государства. Что такое государство? Что там же диалог? Переписка у него? Переписка, да, да. И вот если сравнить роль и обсуждение идеи, вот, например, там Ленин говорит о том, что там Российская империя – это тюрьма для народов. И то, что Советский Союз даст свободу каждому из народов. То есть, сформируются национальные республики. Ататюрк говорит о том, что все, кто родились на территории Турции, они турки. Потому что турков, на тот момент, было 38%. То есть, все остальное – это арабы, курды, то есть, не турки. А ему нужно было сохранить Турцию. И я понимаю, что то, что говорил Ленин и Ататюрк, например, вот, последствия этого мы видим сейчас, да, то есть, то, что в итоге Советский Союз распался, появились национальные государства. Может быть, это не так плохо, потому что государства, как Таджикистан и Азербайджан, получили независимость. Потому что, если бы не было Ленина, может быть, и таких государств бы не было, правильно? То есть, мы не знаем. Например, курдов не меньше, у них нет государства. Но то, что сделал Ататюрк, он создал это наднациональное понимание, скажем так, национальной идентичности. И то, что мы в современном мире считаем своей идентичностью, то, что мы говорим, там, я азербайджанец, я таджик, я русский. Это то, что во многом результат – это идеология. А идеология, ну, что такое идеология? Это идея. То есть, вот, какая-то идея. У нас, кстати, была долгая дискуссия, что важнее, идеология или экономика для государства. И экономика, конечно. Ты считаешь, я пытался убедить, что идеология важнее. Потому что, если у тебя нет идеи, зачем нужна эта экономика, вот, например, trade war – это идеология или экономика? Хорошо. China, US-China, trade war. Есть идеи и нет экономики. Мы же выбираем так. Есть идеи и нет нормальной экономики. Что первичное? На самом деле это спор уже. Так, что первичное? Да, яйцо и курица. Идеология, идеология. Яйцо и курица, что и то, и другое. Идеология, конечно. Если первичное, если отлично. Да, первичное идеология. То есть, например, тот же trade war, то, что сейчас между США и Китаем – это больше идеология. Потому что они, США, осознали, что Китай – это самый главный соперник и самая крупная угроза, именно экономическая и проблема для США в будущем. Например, на мой взгляд, США не воспринимают Россию врагом. Ну, воспринимают какая-то часть старого поколения, но современные политики, decision makers, они не воспринимают Россию врагом. Потому что Россия – это маленькая страна, которая меньше, чем Калифорния, в бане финансов, в бане денег, я говорю. То есть, ни размера, ни военной силы. Сейчас те, кто слушают, сейчас меня скажут, вот это вопрос. Но суть о деньгах, да, то есть, вот именно о деньгах – это маленькая экономика. А Китай – это большой компетитер. И реально обогнавший США уже, и это угроза номер один для США. Обогнавший? Общий не обогнавший, обогнавший Германию. Идеологически – это угроза. Это угроза, и экономически США, по сути, стреляет себе в ногу, делая все вот эти новые тарифы и создавая проблемы. И все ненавидят Трампа, который там популисты, принимает тупые решения. Но стратегически, с точки зрения национальной безопасности США, это правильные решения. Правильные решения. Ну, это глупо в современном мире, когда у нас глобализация, все транспарентное взаимоидет рост, да, мировой. Но есть вот стремление США быть гегемоном. И если они не хотят потерять эту роль гегемона, им нужно челленджить Китай. Есть достаточно большое количество людей, добившихся успеха за пределами Таджикистана. Да. Которые, не имея политических амбиций, хотят помочь с образованием, медициной, там, кого-то проспонсировать образование. Ну, помогают, да, много. У нас есть благодарительный фонд, вот мы занимаемся этой деятельностью тоже. Как это сделать? У тебя есть какое-то решение на тему того, как это можно сделать, не углубляясь и вообще не касаясь политики? Ну, на мой взгляд, государство должно использоваться. У тебя нет политических амбиций, но ты при этом хочешь участвовать в каких-то социальных проектах. Да. Как это нужно обставить? На мой взгляд, государство должно использовать этих людей в свою пользу. И это роль, наверное, тех же дипломатов за рубежом. Правильно выстраивая отношения. Какие структуры должны этим заниматься? Ну, на мой взгляд, это МИД, то есть дипломаты. Потому что я учился на дипломатах. То есть одна из задач дипломата, это как раз и есть, с одной стороны, это выстраивание отношений со страной пребывания и с decision-makerами, чтобы правильно быстро иметь канал связи. А с другой стороны, это работа со своим комьюнити. Ну, хорошо, ты, допустим, так, ты зарубежный такой self-made entrepreneur, да, и тебе хочется каким-то образом посодействовать в социальных каких-то вопросах, и ты обращаешься в МИД. Правильно я понимаю? Нет, в идеале МИД и посольство знают о тебе уже, и они тебя уже задействуют во всех мероприятиях. Они говорят, Азамат, нам нужно 600 тысяч на вот такое вот мероприятие, доброе дело и так далее. Ты говоришь, пожалуйста, я готов. Но никто не будет знать, что это от Азамата идет, мы будем выступать от имени, там, не знаю, от МИДа, от имени, там, не знаю. Таджикистана. Таджикистана, да. Я не соглашусь, но, грубо говоря, скажем так, я помогаю всем мероприятиям нашего посольства и МИДа, но там не такие суммы. Если эта сумма значительно меньше, то, конечно, мы каждый год организуем, например, приемы, наврузы, являемся основными спонсорами, не афишируем это нигде. То есть нету задачи пиара. То есть анонимно участвовать можно, но на какие-то определенные атаки не значительные. Да, но не космические суммы. Если это значительная сумма, то, конечно, должен быть какой-то импакт и понимание, зачем это нужно. Импакт будет, но без твоего имени. Если будет significant impact для страны, я готов это сделать. То есть если я буду понимать, что... Но никто не будет, наверное, что ты сделал Азамат. Да, я готов. Если я буду понимать, что это, например, этот ивент за 600 тысяч будет game changer для Таджикистана, я не знаю, мы удвоим GDP. Ты сейчас так говоришь, потому что мы говорим о гипотетических деньгах, а если... Нет, нет, о реальных, о реальных. Если я буду знать, что, например, Таджикистан удвоит или утроит свое ВВП, если я вложу 600 тысяч, я вложу. Ну, свои личные, и я окей с тем, что никто не будет знать, потому что у меня всегда чувство вины, то, что я, скажем так, учился, сформировался и работал над собой, и все это идет не на пользу моей страны, понимаешь? Так, а ты учился и самообразовывался за счет страны? Частично, да, я считаю, да, потому что мой отец госслужащий, то есть он source of money, как раз про капитал, да, то есть вот он был всегда госслужащим, то есть он работал, был представителем Таджикистана, был руководителем аппарата президента Таджикистана, то есть он, в принципе, всю жизнь я из этого колодца пил за счет государства. И я в него, конечно, плевать не буду, я чувствую свой долг. Плевать – это одно, а как бы безымянно участвовать в больших проектах – это другое. Имя вообще не важно. С точки зрения моих принципов, если ты помогаешь, то ты это делаешь не ради пиара, ты это делаешь ради того, чтобы… Это очень достойная позиция. У тебя есть какая-то миссия. Я знаю тебя, знаю, что ты сейчас на эту тему говоришь достаточно искренне. Интересно, насколько это распространенная такое, распространенная позиция? Да, достаточно распространенная, я скажу, потому что если ты помогаешь, вот с точки зрения ислама, да, если ты кому-то помогаешь, ты не помогаешь, потому что ты хочешь с этого что-то поиметь, правильно? Ты помогаешь с точки зрения правильности того, что ты делаешь и, скажем, помощи реальной человеку. Это лежит в природе человека, если ты делаешь добро, ты хочешь, ты хочешь, не нужно получить от этого, ты хочешь, чтобы об этом узнали, чтобы это где-то было отмечено. Потом люди, которые смотрят, скажут, вот он, поэтому он об этом говорит в интервью. Я как бы об этом не говорю. Я об этом не говорю, никто бы, давай сменим тему. Окей, окей, хорошо. Да, интересно. Я знаю, что у тебя был фонд. Есть, есть, благотворительный фонд мы работаем. Пешрафт. Пешрафт. Ты его начал лет 10 назад? Да, мы начали 10 лет назад, продолжаем. И вы каждый год спонсировали несколько студентов? Да, в порядке 60 детей получают стипендии. Каждый год мы проводим открытый экзамен, в принципе, это все работает. Но опять же, я не хочу об этом говорить, потому что это как бы не то, что я хочу пиарить, скажем так, это не та сторона, которой нужно... Я думаю, что мы сейчас не о пиаре говорим, мы сейчас говорим о том, как можно, механизмы того, как можно посодействовать развитию. Я считаю, что государство на самом деле не против. То есть, ну вот, примеры Турции и Китая хорошо показывают, что как экспат-комьюнити может поднять внутреннюю экономику. Инвестируя деньги, мозги, самое главное мозги, потому что... Я вижу в этом большой конфликт, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что государство как бы не против этих денег, но оно в то же время боится, что это под именем, под доброй идеей того, что мы там... Там может быть иностранный капитал, там может быть какой-то хитин-адженда, там может быть какие-то другие цели преследоваться. Вот как это исключить и позволить людям экспат-комьюнити помогать обществу, в котором они выросли там или... Мне кажется, важно иметь диалог, во-первых, с государством. То есть, например, наш фонд благотворительный, у нас есть прикрепленный человек из наших органов безопасности. У нас есть прямой диалог и полная транспарентность. То есть мы открыто говорим, что вот учредители, все граждане Таджикистана, живущие за рубежом, все деньги, которые мы инвестируем, они наши деньги, то есть никаких иностранных доноров нет. И есть постоянный диалог и понимание того, кто мы и какие у нас цели. То есть мы живем за рубежом, никаких политических целей у нас нет. И мы не стремимся, скажем так, что-то популяризировать. Даже вот я об этом, видишь, рассказываю с неохотой, потому что у нас нет идеи промоутового фонд. То есть мы не делаем это ради пиара, точно. То есть я узнаю о каких-то ребятах, которые получали стипендию 10 лет назад и сейчас на Intonship и в Гугле. Там есть двое ребят сейчас в Гугле, один в Фейсбуке в Лондоне. Это ваши ребята. Я о них узнаю, они мне пишут, но я даже не знал, что это так. Но сейчас я вижу импакт, что вот эти ребята, которые получали стипендию 10 лет назад, они сейчас попали на Intonship в топ-тек-компании. И я понимаю, что какой-то результат есть в том, что мы делаем, но мы это не популяризируем. Мы ни одного поста нет, чтобы мы написали, что вот эти ребята попали. Это не нужно. Потому что если мы это начнем, тогда появится вопрос к нам. Скажут, зачем вы это делаете? Какая у вас адженда? Понятно. То есть у нас нет этой политической адженды, и мы стараемся не политизироваться. Потому что если мы пойдем в эту авеню, то нам не дадут работать. Мы это понимаем, потому что, ну как сказать, я сам из этой же системы, моя семья из этой системы. Я понимаю, какая это угроза. И возвращаясь к твоему вопросу про диссертацию, кстати, вот один из выводов в одном предложении, может быть оно не очень, скажем так, приятное, но то, что все наши режимы, Азербайджан, Таджикистан, все режимы, которые создали вот эту идеологию новую. У идеологии всегда есть цель. То есть цель – это развитие государства, процветание народа, какие-то достижения. К сожалению, цель всех идеологий, которые есть сейчас на постсоветском пространстве – это сохранение власти. И это основная цель в принципе. То есть когда ты смотришь на любой бизнес, у него есть мишен стейтмент. То есть в чем ваша миссия? Что вы хотите достичь? И зачем? Как? И объективно, когда вот я погрузился в эту тему, там стал изучать всю историю, там, и смотреть, что делается и зачем, я понял, что истинная причина и в принципе основная миссия – это сохранить власть. То есть и соответственно для этого делается все. Это попытки легитимизации, всякие визиты за рубеж, выступления в ООН. Например, Казахстан потратил 300 миллионов долларов за то, чтобы просто участвовать в совбезе ООН. На что потратить? Ну, на взятки. Ну, как это легализованные взятки в структуре ООН. На смысле, это что, членский взнос или что? Нет, так есть определенные традиции внутри структуры ООН, как они правильно мотивируют страны, чтобы они голосовали на голосовании. То есть они дают, как сказать, charitable contribution, официальный. То есть это не взятка. То есть страна получает charitable contribution в размере двух миллионов долларов, например. И это гарантирует голос в пользу Казахстана. Ну, грубо говоря, вот есть амбиции. А кому это платят? Кто бенефициар? Бенефициар страна. То есть у страны есть, например, дип-представительство Казахстана или дип-представительство Таджикистана. Оно получает эти деньги. Но, то есть это все чисто и прозрачно. Это не взятки под полой или в конверте. Но суть, что эти деньги тратятся для чего? Эти деньги тратятся не для того, чтобы какой-то пиар был у страны и страну знали. Потому что в дженерал паблик, они знают, что Казахстан членится без ООН. Кому это важно? Кто знает об этом? Но это больше амбиции, скажем так, первого лица, чтобы показать, что он легитимен, что он крут. И вот, к сожалению, сохранение власти и вот эти амбиции, они являются более важной задачей, чем другие задачи, скажем так, развития или молодежь или какие-то перспективы роста. И ты считаешь, что это так и должно быть или может быть иначе? Я считаю, что это наша стадия развития. То есть это эволюционное развитие. У каждого народа есть своя история, то есть развитие. В той же Англии, например, в начале 90-х был ужасный расизм. То есть какой-нибудь индус, у него был этот стеклянный потолок, он не мог работать, например, в бэнкинг-сфере. Его не воспринимали, потому что он индус. И это было открыто, и они их называли, или в пакистане, паки, то есть это было ругательным словом. Это было нормой. Китайцы как их называли? Чанки? Да. Чанк. Чанк. А сейчас, ты смотри, сейчас полная толерантность, открытость, дайверсити. Вот наш стартап, например, у нас есть китаец, но у нас нету… Ты мне скажи, ты до каких результатов должен достичь, чтобы перестать его называть стартапом? Ты миллиарды хочешь начать зарабатывать, чтобы перестать его называть стартапом? Я думаю, что быть стартапом – это адвантаж. Это новая компания, которая есть возможность тестировать, экспериментировать, в отличие от банка. Чтобы банку, чтобы… А клиенты знают, что вы тестируете, экспериментироваете? Да, мы им говорим. Мы говорим, мы с вас не берем денег, но вы бета-тестеры. Мы, скажем так, пользуемся вот этой возможностью быть стартапом. А как ты вообще видишь режимы, типа Северной Кореи, Туркменистана? Что с ними будет через 5-10 лет, 15? Ну, я думаю, 5-10 лет… Развитие интернета с… 5-10 лет они будут существовать и функционировать, да. Процветать будут? Ну, если мы говорим 50 лет, в принципе, учитывая, что мы все еще молодые, есть технологии, то есть это вполне обозримое будущее 50 лет. То есть мы еще будем… Ну, как обозримое? Для нас оно обозримое будет уже через такие толстые очки. Ну, не факт. Почему? Технологии… Ну, что, нам будет 80-90 лет. Современные технологии, весь биохакинг позволяет жить людям дольше. Поэтому это обозримое будущее через 50 лет, 2070 год, скажем так. Я вижу, что, скорее всего, вот этих авторитарных режимов не будет существовать. Их не будет? Ну, потому что весь мир образования движется к тому, что авторитарные режимы, они уйдут. И я думаю, даже эти лидеры, этих авторитарных режимов, там, Туркменистана или Северной Кореи, понимают это. Они уже сегодня понимают. Это неизбежное будущее, да, которое придет. Но в то же время, как я до этого говорил, одна из задач – это сохранение режима. То есть и основная задача, скажем, ключевая, которая сейчас есть для всех авторитарных режимов – это сохранение власти. И поэтому они на ней фокусируются, придумывая себе врагов, воюя с кем-то, придумывая какую-то оппозицию и уничтожая ее. Но они придумывают и занимаются этим. Хотя, по сути, все равно они понимают, что это неизбежно. Потому что… А неизбежно – это почему? Мне кажется, что они deemed to fail, потому что они живут в веке Колубиной Почты. Они не понимают, что мир движется секундами, миллисекундами. Когда Трамп одним твитом может поменять капитализацию компаний крупных, любым сообщением. А что, если свой интернет создать? Ну, можно придумать колесо много раз. Но есть мировая цивилизация и есть движение глобальное. Мы от него никуда не денемся. И ты можешь выстраивать стены, строить, пытаться изолироваться от мира. Но мир движется. Есть общечеловеческие ценности, цивилизация глобальная, которая никуда не денется. Все люди… Грубо говоря, мы с тобой почему-то учились в Лондоне. Хотя я из Таджикистана, ты из Азербайджана. Почему мы учились в Лондоне? Это доказательство того, что мир движется какой-то общей концепцией. Есть какой-то общий консенсус того, куда мы все движемся, как цивилизация мировая. И эти режимы, я думаю, у них нет шансов на сохранение через 50 лет. Мы посмотрим это интервью через 50 лет. И проанализируем, кто из нас был прав. Я как бы с тобой особо не спорю. Азамат, каждая наша встреча для меня – это огромное удовольствие. Я получаю огромное удовольствие от общения с тобой. Я получаю каждый раз что-то новое, интересное от тебя. Очень рад тебя видеть. Заезжай в Дубай еще. Спасибо за интервью, очень интересно. Подкаст. Спасибо. Подкаст, вернее, да. Подкаст. Все, круто. Спасибо. Спасибо.